Данные статистики гласят, вторая самая частая причина смерти в Латвии – это злокачественные опухоли. Какие меры можно принять в качестве профилактики и как себя обезопасить – об этом сегодня в программе. Рак груди – самая распространенная онкологическая проблема у женщин в Латвии. Каждая девятая женщина рискует им заболеть. Очень важно обнаружить рак груди своевременно. В 90% случаев, диагностируя его на ранней стадии, возможно вылечиться и сохранить грудь. Каждой женщине, у которой есть месячный, необходимо на 5-10 день цикла обследовать свою грудь. Сначала осмотреть, потом пальпировать. Если нащупывается какое-то образование в груди, то, скорее всего, оно уже не на начальной стадии. Поэтому очень важно проходить диагностику рака груди, используя специальные методы обследования, при помощи которых возможно констатировать такие образования, размер которых всего несколько миллиметров, и которые просто невозможно обнаружить на ощупь. Основные методы обследования молочной железы – это ультрасонография и мамография. Для профилактики рака груди в Латвии доступна оплаченная государством мамография. Раз в два года для женщин в возрасте от 50 до 69 лет. Отзывчивость латвийских женщин умеренная. Такой скрининг в 2013 году прошли только 34% приглашенных дам. Как мамография, так и ультрасонография являются эффективными и информативными методами для диагностики рака груди. Комбинируя эти два метода обследования, можно получить наиболее полную информацию, так как они дополняют друг друга. Для диагностики рака молочной железы используют мамографию. С 2009 года наше государство оплачивает это скрининговое обследование для женщин в возрасте от 50 до 69 лет. Им Национальная служба здоровья высылает письмо-приглашение. Обследование бесплатное, поэтому нужно воспользоваться этой возможностью. Рак шейки матки после рака груди – второй самый распространенный вид рака у женщин. Смертность от этого заболевания велика во всем мире, поэтому каждая женщина должна позаботиться о том, чтобы уберечь себя от этой беды. Это распространенная инфекция, которая передается половым путем. Мы очень хорошо знаем, как избежать этих заболеваний. В первую очередь, самая эффективная – это вакцинация против вируса папиллома человека. Наше государство оплачивает вакцинацию юным девочкам, 12-летним. Второй метод – это так называемая вторичная профилактика, когда мы можем констатировать изменения в предраковом стадии и полностью их вылечить. Что значит вот эта вторичная профилактика? Вторичная профилактика – это мазки, цитологические мазки, которые, в общем-то, гинекологи обычно берут во время профилактических осмотров. Но, к сожалению, много женщин не ходят к гинекологам, не посещают годами, десятилетиями. Начиная с 2009 года в нашем государстве высылаются письма, которые приглашают женщин обследоваться на рак шейки матки. Эти письма получают женщины с 25 до 70 лет каждые три года. Дорогие женщины, я хочу пожелать вам больше себя любить, больше заботиться о себе. Нашим детям, нашим мужям нужны здоровые мамы и здоровые счастливые жены. Никто о нашем здоровье не позаботится, как только мы сами. Поэтому обращайте к своему гинекологу регулярные визиты. Отвечайте на приглашение государства обследовать шейку матки. Вакцинируйте своих дочерей. Онкология не обошла стороной и мужчин. Только у них это рак простаты. Его можно успешно вылечить. Правда, многие мужчины слишком мало знают об этом заболевании. Рак предстательной железы – это сравнительно доброкачественное заболевание. Около половины всех раков предстательной железы вообще клинически незначимы. То есть это значит, что пациент от них никогда не умрет. Почти у половины мужчин с диагнозом рак предстательной железы может либо вообще не применяться лечение, либо применяться отложенное лечение до того, как появляются симптомы прогрессии заболевания. Агрессивные раки предстательной железы тоже достаточно хорошо успешно лечатся. После радикально проведенной хирургии 10-летняя выживаемость составляет порядка 90%, если это начальная стадия заболевания. Рак предстательной железы – это не то заболевание, из-за которого с мужчиной следует умирать. Поэтому рекомендую всем мужчинам после 50-ти, некоторым мужчинам с семейным анамнезом после 45 лет обращаться к урологу хотя бы один раз для разговора. Что такое рак предстательной железы? Стоит ли его искать? Как его искать? И в случае, если мы его найдем, что дальше делать? Потому что диагностика на ранних стадиях позволяет излечить это заболевание практически в 100% случаев. Как и во всем мире, в Латвии довольно часто встречается также рак желудка. Гастроскопия и верхняя эндоскопия являются основными информативными методами обследования пищевода, желудка и 12-перстной кишки. За последние 5 лет в Латвии стремительно выросла также заболеваемость и смертность от рака кишечника. Без сомнения, колоректальный рак встречается даже чаще, чем рак желудка. Он входит в топ-5. С 2009 года есть бесплатная скрининговая программа. Это очень простое обследование. Нет повода беспокоиться или стесняться. И если этот тест позитивный, его надо делать 3 раза, но если хоть один раз с позитивным результатом, то этого хватит, чтобы человек пришел к своему доктору, а тот дальше направит его на колоноскопию или другие обследования прямой кишки. Колоноскопия – это золотой метод для обследования прямой кишки и обнаружения рака, в том числе для лечения, если человек приходит своевременно. Важное значение имеет и качество оборудования. Новые технологии предлагают врачу уникальные, ранее невозможные методы диагностики, которые кардинально улучшают раннюю диагностику и лечение различных заболеваний пищеварительного тракта, в том числе и онкологических. Аппаратура позволяет получить компьютерные снимки высокого разрешения, которые позволяют оценить самые ничтожные изменения в структуре слизистых поверхностей. Врач может качественно рассмотреть ткани на невероятно близком расстоянии. Во время процедуры возможно многократно увеличить изображение, вплоть до клеточного уровня. Кроме того, слизистую можно осмотреть в специальных режимах светофильтра, которые дают возможность наглядно оценить капиллярную сетку и отличить патологические ткани от нормальных на ранней стадии заболевания. Я хотел бы призвать людей – приходите, и приходите своевременно. Еще одна разновидность онкологии – это рак легких. Он является одним из самых распространенных в мире. В Латвии тоже высокая заболеваемость. За последние десятилетия каждый год раком легких заболевает около 1100 человек. Рак легких проявляется клинически слишком поздно, когда у пациента запущенная форма рака легких. Поэтому необходимо проходить своевременную диагностику, чтобы обнаружить это заболевание как можно раньше. Мы всегда начинаем с рентгенограмм, который нужно делать в двухпроекциях, чтобы рассмотреть те места в легких, которые в обычном изображении не видны. Поэтому рентген легких необходимо делать в двухпроекциях. Рак любит играть в прятки. В легких есть такие места, где можно хорошо спрятаться – за сосудами, за тенью от сердца, у диафрагмы, у стенки грудной клетки. Так что его на рентгенограмме можно не заметить. Второй метод обследования может показать точнее, и можно диагностировать раньше именно небольшие раки, и в более ранних стадиях. Это компьютерная томография. Следовало бы ввести в Латвии скрининг в виде компьютерной томографии пациентам с хроническими заболеваниями легких, чтобы своевременно обнаружить развитие рака легких на фоне хронических болезней, не начиная даже с рентгенографии, так как мы часто не видим рак легких на этих снимках. И пациентам, которые имеют повышенный риск, рекомендуется такие профилактические проверки проходить именно при помощи компьютерной томографии с низкой степенью облучения. И хотя данные статистики удручают, рак – это несмертный приговор. Онкология успешно лечится на ранних стадиях, поэтому очень важно не пренебрегать своим здоровьем и вовремя проверяться. Ранняя диагностика может спасти жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова